Дорогие друзья, здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Поздравляю вас с открытием сезона. Я буду подглядывать бумажку, чтобы мы динамично двигались. Потому что много разных тем. Ну, сначала начну с приятных и радостных, пока мы отдыхали. Точнее, кто-то отдыхал, а кто-то и не отдыхал. Тем не менее, произошли некоторые события, которые хочется напомнить вам или рассказать. Поздравить людей. Например, Викторе Александровича Вержбицкого, который стал лауреатом премии «Московский комсомолит» за роль Ото Марвули в спектакле «Великая магия». А, например, фильм «Доктор» с Андреем Заводюком в главной роли взял призы сразу на двух фестивалях. «Окно в Европе» и «Московская премьера». А Евгений Плиткин с группой «W» не победил на конкурсе «Новая волна». Ну, это так, возможно, я что-то забыл, но есть два события, мимо которых точно нельзя пройти. Это два наших замечательных артиста отметили свои юбилеи. Правда, очень неловко мне озвучивать цифры, потому что глядя на них, этого не скажешь. Они молодые, они энергичны, полны сил. Им объявлена благодарность министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Это Борис Леонидович Дьяченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И Владимир Евгеньевич Григорьев. А также несколько наших артистов удостоены почетной грамоты Департамента культуры за большой вклад в развитие культуры города Москвы. Но это, наверное... Нет, извините. Еще Шумская Елена Львовна получила благодарность министра культуры. Извините, пожалуйста. Про главного человека в театре всегда забываешь. Ну а вот это уже Сергей Александрович, наверное, должен подключить. Хорошо. Воронкова Вера Александровна. Спасибо. Спасибо. Цветочек. Цветочек. Исакова Виктория Евгеньевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Едининсков Виталий Алексеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, я бы, конечно, хотел еще поблагодарить артистов нашего театра под руководством Надежды Аракчеевой и при большом участии Ольги Андрейкиной, которые успешно выступили на дне города в парке «Музеон», пока мы с Сергеем Александровичем вели концерт на Пушкинской площади. АПЛОДИСМЕНТЫ Настолько успешно, что у нас даже поднялась продажа билетов. Прямо в парке была установлена выездная касса. И после того, особенно когда вы все запели, народ потянулся даже в холодную погоду и, в общем, раскупили много билетов. Это очень приятно. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы мы поприветствовали уже знакомых вам хорошо, но с этого года они стали полноправными членами трупа. Это Анна Кармакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И Валерий Панков. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, к делу. В этом сезоне мы, конечно, вступаем в новый этап жизни. В прошлом сезоне мы достаточно много и успешно работали и очень много сделали для репутации театра и для его внутренней жизни, которая, мне кажется, стала, в общем, активной, насыщенной, интересной. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, конечно, нужно менять и нашу внешнюю жизнь, да. Сейчас начинает меняться сама структура театра, и слава богу, что это происходит, я очень рад. И мы тоже стараемся сделать, чтобы она была более современной, универсальной, мобильной. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш дорогой Вячеслав Евгеньевич Орлов, который более 30 лет проработал в нашем театре, он по обоюдному согласию покинул пост директора, но теперь он станет президентом театра. Это почетная должность приходящего консультанта и советника, и которая при его огромном опыте, я надеюсь, позволит нам плодотворно сотрудничать и дальше. И дальше я даже скажу, что мы уже не прошло нескольких дней, как нам пришлось к нему обратиться за консультацией и за помощью. Ну, конечно, это сложное решение, и, безусловно, я принял непростое для себя, но необходимое в это сложное время, в общем, для всех московских театров сложное время, взять ответственность за руководство театром временно на себя. И, возможно, предстоит изменение устава театра и штатного расписания. Задачи, потому что перед нами, господа, стоят, в общем, серьезные. И важно не только сохранить наш театр как историческую ценность или музей, хотя это тоже важно, то, что, например, в 2014 году камерному театру исполнится 100 лет. И это очень мощная и серьезная дата, к которой мы должны готовиться, да. Но, тем не менее, все-таки превратить наш театр в современный, качественный, активно живущий современной жизнью организм. Театр, который меняется, так же, как меняется жизнь города, так же, как меняется жизнь страны, наша жизнь вообще. Ну, и для этого, прежде всего, нам необходимо заняться тем, как мы выглядим, начиная от афиши, заканчивая, извините, номерками. Дизайн-проект нашего нового фирменного стиля уже существует, и я надеюсь, что мы при помощи департамента все-таки все это, наконец, осуществим в самое ближайшее время. Хотя тут хочется сделать полный ребрендинг, понимаете, не хочется поменять одну афишу, а вторую оставить такую, как была там, да, и так далее. Это относится не только к нашему основному зданию, но и к филиалу тоже. Я, вообще, начал об этом говорить, когда два года назад я первый раз сюда пришел, и вот здесь сразу я сказал, первое, что я сказал, это надо поменять лицо. Потому что новые конфеты в старой фантике, если заворачивать, никто не узнает, что это новые конфеты. Вот, мне кажется, что мы с вами уже два года выпускаем конфеты качественно, совершенно новые, другие. Я не буду говорить, это не нам судить в будущем, лучше они стали хуже, они другие. А заворачиваем мы их по-прежнему в фантике старой, в которой мы заворачивали и в 80-е, и в 70-е. Вот это изменение должно произойти, и пусть мы в чем-то ошибемся, я этого не боюсь. Пусть любые перемены всегда люди воспринимают напряженно, и, как правило, большинство людей никогда не принимают перемены. И, может быть, кого-то оскорбит, что профиль Пушкина теперь у нас повернется, там, анфас, там, да, например. Но, тем не менее, пусть он вертится, пусть он поворачивается, пусть он будет живым. Пусть мы будем ошибаться, будем менять, но, тем не менее, это будет живая жизнь. Вторая тема, тоже очень больная для нашего театра, это касается гастрольной политики. Я тоже об этом говорил с самого начала, и сейчас я думаю, что все-таки ситуацию с этого сезона у нас получится изменить. Театр, конечно, что вам рассказывать, без гастролей живет неполноценной жизнью, неживой, и я это чувствую очень остро. Но первый шаг, собственно говоря, был сделан уже в самом начале этого сезона, мы еще не открылись, а первым делом мы съездили в Екатеринбург и сыграли там большим успехом спектакль «Одолжите тенор». По-моему, это было очень полезное путешествие. Я надеюсь, что мы будем выезжать уже не только разово, а есть такие предложения, предложений много, главное, чтобы появился человек, который будет конкретно, непосредственно этим заниматься. Предложений очень много, и не для того, чтобы вывести там какой-то один спектакль, а для того, чтобы сделать какие-то гастроли театра, когда мы можем представить 3-4 наших, может 5 и так далее. Ну, я надеюсь, что скоро такой человек появится. Так же, как появится и директор, который, надеюсь, скоро появится, мы утвердим, да, и он тоже будет собрание трупов, и он будет вам представлен. Я надеюсь, что в самое ближайшее время, наконец, будет создан отдел маркетинга. Я немножко повторяюсь то, что я говорил 2 года назад, но только тогда это были какие-то хлистаковские, да, как оказалось, маниловские, скорее, мечтаю. Сейчас я надеюсь, что это все осуществится и состоится. И наши продажи, которые, в общем, неплохи, а по новым спектаклям вообще приличные, да, станут еще лучше. Третья важная тема. Предстоящий в 2014 году у нас капитальный ремонт нашего, одного из самых красивых, согласитесь, но одного из самых изношенных театров. Техническое оснащение в большинстве своем устарело. Это касается верхней механизации и много чего, да. Гордость театра, собственно, вот это Пушкинское фойе, амфилада из трех, ну, это мало какой театр может похвалиться таким помещением, таким памятником вообще, да. Но мы вот специально, может быть, не в зале, который у нас обновлен, а здесь проводим это совещание, чтобы еще раз увидеть, в каком виде эта вся красота у нас здесь находится, да. Вот. И, конечно, даже не это меня больше волнует, то есть это меня тоже волнует, но закулисная часть. Господа мои, я много хожу по разным театрам, и я вижу, какие изменения, как меняется жизнь за кулисами. И все-таки не по парадной, не по Потемкинским деревням, понимаете, можно судить о театре, а по тому, как устроена жизнь за кулисами, за декорацией, гримерки и так далее, и так далее. Мне кажется, что мы в творческом плане уже далеко ушли вперед, по сравнению с некоторыми театрами, в которых, тем не менее, тем не менее, что касается просто, ну, как сказать, условий вашего, нашего труда и состояния гримерок, состояния за кулисами всей части, ну, просто на высочайшем уровне. Вот я позавчера играл спектакль в театре Вахтангова, это, конечно, федеральный театр, но это просто честь и хвала директору новому Кроку. Так, значит, дальше, что это, я уже говорил, так, так вот, что касается, значит, ремонта, конечно, это большая, ближайший год, это большая, серьезная работа по подготовке проекта, разного рода экспертизы, документации, согласования, и, конечно, во многом это ляжет на Владимира Васильевича Сорокина, его подразделения. Я, кстати говоря, где Владимир Васильевич? Я хочу очень поблагодарить за то, что было сделано за это лето, а за это лето мы поменяли планшет, и вообще много в разных местах, даже, вот Сергей Александрович только что сказал, что вроде ничего не поменялось, но посвежело. Это очень, ну, очень важно и очень правильно. Это в этом даже, даже, знаете, когда еще денег нет, но уже позиция есть какая-то, то это тоже очень важно, да? И, конечно, безусловно, я хочу еще поблагодарить, может быть, немногие знают, мы это не афишировали, специально договорились, но у нас случилась авария, у нас за неделю до открытия сезона рухнул пожарный занавес, значит, оборвался трос, что, извините, еще раз показывает, в каком состоянии находится наше... многое в нашем театре, да, и верхнее... Ну, это не верхняя механизация там. Я не знаю, опять же, сейчас будут разбираться, кто в этом виноват, кто прав, но, тем не менее, наш новый планшет, планшет был проломан. И за неделю, конечно, безусловно, под четким руководством, значит, Владимира Васильевича, все это произошло. И, безусловно, я, конечно, не могу не поблагодарить Сергея Александровича и комитет, который без его поддержки и без контроля, и без того ежедневного, без ежедневных приездов сюда помощников Селиванова и так далее. Ну, у нас сейчас планшет, извините, стал лучше, чем даже его сделать до того, как его проломило. Он был из какого дерева? Из сосны. А теперь из дуба. Следующая тема. В этом году 15 лет исполняется нашему филиалу. В Светинском переулке. И когда-то эта площадка была очень модной, популярной и для Москвы очень значимой. Здесь и Серебренников ставил свой первый спектакль, Ичусова, Агеев, Козак начал с постановки именно там. То есть сейчас, конечно, сила этого места утеряна. И мое желание большое именно в этом году посвятить много времени филиалу и вернуть этому месту значимость и силу. Здание филиала 15 лет назад открылось, оно тоже тогда было стильным, модным, современным. Сейчас это такие устаревшие холодные стены. И я хочу переформатировать это здание, вообще постараться с помощью... Это долгая история, но тем не менее, с помощью дизайнеров, архитекторов. Какое-то движение в сторону клубного формата. Я не стремлюсь к клубности в спектаклях, они должны быть разные. Но речь о самом здании, о внутреннем пространстве. Понимаете? Мне кажется, что театр, творческая атмосфера, современный экспериментальный дом, он должен начинаться вот до того, как зрители садятся в свои кресла и начинают смотреть спектакль. И там все для этого есть. И в этом смысле, конечно, меня одного на все не хватит, поэтому наш актер, ученик Романа Козыкова, Владимир Маташнев, с этого года станет моим заместителем по работе с филиалом, его арт-директором. Вот так вот. Аплодисменты. Еще одно назначение. Значит, два года в театре я, и с первого дня со мной почти в круглосуточном режиме работает Коновалова Екатерина. Выполняя функции у меня и секретаря, и советника, и машинистки, и переводчика, и редактора, и если я еще всего, короче говоря. И с этого сезона справедливость восторжествовала, и я рад вам представить заместителя художественного руководителя Екатерину Олеговну Коновалову. Значит, вы знаете, что с нового сезона вся наша труппа, все артисты переходят на новую систему оплаты, которую мы разработали, утвердили, внесли изменения там в коллективные договоры и так далее, подписали, и ваша зарплата с этого момента будет непосредственно связана с вашей занятостью и интенсивностью труда. Значит, теперь, конечно, играть и репетировать становится выгодно. Но эта система, друзья мои, предполагает и кое-что, о чем мы вам не сказали, когда утверждали ее, но, тем не менее, то есть намекнули только. Она предполагает все-таки другой уровень ответственности дисциплины, и с этим у нас есть проблемы, и особенно среди молодых артистов, которые по-прежнему считают, что кино является главным из всех искусств для нас, а не театр. И я бы сейчас подробно об этом не хотел вам говорить, но, тем не менее, будет и система штрафов, и система наказаний, которые мы тоже будем теперь легко регулировать в связи с новой системой оплаты труда. Все, планы, наконец. Значит, нет, еще одну вещь скажу, и к планам перейду. Значит, мы совсем недавно получили довольно такое авантюрное, но, по-моему, вполне жизнеспособное предложение от одного респектабельного московского ресторана, который принадлежит семье Владимира Владимировича Познера, Жиральдин на Остоженке ресторанта, открыть там клуб театра имени Пушкина. Это один из немногих ресторанов, которые работают круглосуточно, что редко в Москве. И предложили нам сделать что-то вроде клубных дней, пока два раза в неделю для сотрудников театра будет разработано специальное меню по клубным ценам, поскольку в обычное время рестораны с этой дорогой французской кухней, но два раза в неделю, в ночное, в вечернее время, где-то начиная с 22 часов после спектакля, это станет нашим закрытым клубом, где можно будет за вполне вменяемые деньги, мы вам скоро представим меню, значит, поужинать после спектакля, проводить всякие банкеты, дни рождения, другие мероприятия, которые можно назвать клубными, как мы сами захотим. Но все это будет только для сотрудников театра, которые имеют право с собой провести только одного гостя. Одного. Но это будет достаточно, если это будет, это будет хорошо, но правила будут достаточно жесткими, потому что ресторан небольшой, будут клубные карты, как в CDL, система членства и так далее. Мне кажется, неплохо было бы иметь свое какое-то неформальное место, если у нас нет ресторана в театре, и вообще сложности уже и с буфетом начинаются, но это во всех театрах, арендные и так далее. То это было бы, конечно, неплохо, если бы все у нас получилось. Почему бы не попробовать? Ну что, планы. Собственно говоря, первая премьера сезона уже состоялась, это «Чужаки», после недели предпремьерных показов и самой премьеры, и я вам уже могу честно сказать, что спектакль не просто получился, а для нашего театра, безусловно, стал событием. Я надеюсь, что станет событием для театральной Москвы. Кроме того, уже начал интересно жить филиал с премьеры этого спектакля. Мы провели после спектакля встречу со зрителем, что в формате филиала, мне вообще кажется, обратная связь очень важна, а в формате филиала это возможно. На большой сцене, не дай бог, они начнут высказывать свои мнения. А там 60 мест, и это совсем как бы правильное для этого место. Конечно, у нас, может быть, не все получилось, но в связи с ближайшей премьерой, которая у нас будет уже в октябре, нам хотелось бы к этому опыту, может быть, более серьезно подготовиться и, опять же, его провести. А следующей премьерой практически через 20 дней в филиале будет спектакль «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Это будет спектакль без слов в постановке хореографа Сергея Землянского. Рассказывать ничего особенно не буду, но я тоже жду, конечно, интересного, необычного, не очень форматного события. Ну и, конечно, задача тех, кто будет это позиционировать, продавать и рекламировать правильно этот необычный, но, по-моему, очень талантливый продукт подать. Борис Леонидович Дьяченко начал работу тоже для филиала над своей версией ни больше, ни меньше трагедии Шекспира и Ричард III. Ну, это тоже будет авторская, можно сказать, версия, да, и мне очень приятно, что исполнителем главной роли будет Антон Пампушный, который не новичок у нас в театре, и, ну, приятно, что такое происходит возвращение через какое-то время, да. И также я надеюсь, что весной состоится в филиале работа, задуманная в прошлом году еще с Владимиром Агеевым. Мы еще точно не договорились о времени, но принципиально договорились, что это будет пьеса «Две дамочки в сторону севера», современная французская пьеса, где сыграют Вера Алентова и Наталья Николаевна. Теперь об основной сцене. 31 января должна состояться премьера спектакля Юрия Бутусова «Добрый человек из Сизуана» с цирком, фейерверком и оркестром. Вот. Это будет, правда, большой музыкальный спектакль, репетиции уже начались, режиссер и переводчик Егор Перегудов сделал новый перевод, новую адаптацию этой пьесы, художник Александр Шишкин работает каким-то грандиозным макетом, Игорь Горский аранжирует музыку, Десау, в общем, все составляющие для блокбастера налицо. Вторая половина сезона у нас пройдет под знаком другого Юрия, Юрия Еремина. Это будет спектакль «Ночлежка» по мотивам пьесы Горького «На дне». Тоже его авторская редакция. Распределение появится на днях, но, как вы сами понимаете, ролей там предостаточно и каждый из них подарок. Вообще, работы на самом деле будет много, я не сказал, что буду делать я, понимаете, в связи с количеством на меня обрушившегося, я сейчас не могу репетировать какой-то спектакль, никакой спектакль, но, тем не менее, может быть, как раз использую это время для того, чтобы понять, что делать лично мне. Но вообще, работы, мне кажется, надо много работать и работать мы будем очень много. Я думаю, что театр работает и живет тогда, когда он работает как сумасшедший, когда театр живет в нормальном режиме, такой театр умирает, такой театр не живой театр, поэтому, извините, но не страшно, что у нас нет выходных, молитесь, что у нас их нет, зато у нас побольше отпуск летом, не страшно, что артисты иногда бегают с одной репетиции на другую, думайте о том времени, когда вы будете годами ждать чего-то и, значит, ничего не дождетесь, да, но, тем не менее, в общем, я скажу последнее, знаете, мне очень важно, я сам, как сказать, очень, скажу вам честно, отдаюсь этому делу сполна, и поэтому мне очень важна отдача, я очень сразу вижу и понимаю, мы с одной артисткой простились только в той причине, что я никакой отдачи театру не видел, и только это будет причина для меня, а не какие-то мои личные пристрастия, для того, чтобы расставаться с артистами или, значит, приглашать их в труппу, как сказала, говорят, Раневская, у нас тут плюс 18 или плюс 21, не знаю, но, неважно, однажды она сказала, мне кажется, что эта фраза очень подходит для моего понимания особенно жизни в театре, она сказала, что люди, как свечи, либо горят, либо в жопу их, понимаете, вот, может быть, я грубовато сейчас выразился, но, поэтому, будем гореть, будем жить, а будем иначе, ну, вы слышали уже, что будет, я говорю вам совершенно серьезно, мы вступаем действительно, как бы, я настроен очень позитивно, но мы вступаем совершенно в новую жизнь, изменения, они уже неотвратимы, я очень рад, что у нас такая хорошая труппа, что у нас нет никаких конфликтов, что вы все красивы, талантливы, и мы все желаем друг с другом работать, это большая редкость в сегодняшней театральной Москве, и давайте это беречь, любить наш театр, любить друг друга, сейчас что-то скажет Сергей Александрович, а мы потом поднимемся и за это выпьем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну на самом деле Евгений Александрович уже все сказал, но мне бы хотелось отметить, что в этом году мы начнем проектировать ремонт и реставрацию театра, что конечно для театра в ближайший год будет определенное напряжение, потому что театр надо ремонтировать, отдельно мы будем заниматься гастрольным графиком и департамент со следующего года будет финансировать половину расходов, если вас куда-то приглашают, то половину расходов будет финансировать бюджет города Москвы. И также нам категорически важно, так как театр находится и конкурирует по большому счету с другими театрами, потому что у вас театр находится в самом центральном месте города Москвы, чтобы была отдельная система коммуникации, общения с городом и со зрителем у театра, потому что здесь Женя прав, что качество спектаклей намного уже, мне кажется, выше, чем имя театра, извините, то есть надо театр активно, чтобы по-другому разговаривать. Мы отдельно готовим большую рекламную кампанию театра, и здесь будет нам большую помощь департамент СМИ рекламы города Москвы, мы предоставим рекламные щиты, рекламное пространство, и также нам категорически важно, чтобы даже, наверное, какие-то отдельные отдельные программы по интервью с актерами мы тоже начнем и работниками театра начнем делать для того, чтобы театр был тем событием, которым он по факту уже и сейчас является. Поэтому удачи вам в новом сезоне, вся помощь, которая от департамента культуры, от мэрии Москвы, возможно, мы окажем любви, начиная от ремонта и освещения фасада, чтобы театр выглядел на бульваре как главное событие, заканчивая гастрольным графиком и ремонтом, и реставрацией всего театра. Так что, удачи вам! Дорогие друзья, дорогой Евгений Александрович, союз театральных деятелей поздравляет вас с открытием сезона. К тому, что сказал Евгений Александрович, очень трудно что-либо добавить. Я хочу вам пожелать новых ролей, удачи, аншлагов, аплодисментов, цветов. Евгений Александрович, вы не обидитесь, если вот этот букет я вручу артисту вашему театру, который не только беззаветно прослужил в вашем театре около 40 лет, но также беззаветно и преданно прослуживший в союз театральных деятелей на общественном начале. Я даже знаю, кто это. Да, я тоже думаю, что вы догадываетесь. Мало этого, имеющие очень редкие для нас, для вас, для союз театральных деятелей награду, золотой значок в союз театральных деятелей. Владимир Евгеньевич, Ну что, дорогие друзья, вечером у нас премьера уже такая официальная с критиками и так далее спектакля «Таланты и покойники» с Сергеем Лазаревым, который вот... Мне очень приятно, что присутствует на сборе труппы, потому что давно уже, хоть и неформально, но является членом нашей труппы. А в филиале мы играем сегодня спектакль «В тени виноградника». Я поздравляю вас с открытием сезона. И давайте поднимемся на один этаж, на один пролет вверх, чтобы поднять бокал шампанского.